Это Хафизовы, Альбина и Ирик. Исполнительные директора топ-1 Урал и Волга. Васильевы, Наталья и Эдуард. Дважды бриллиантовые директора топ-2 Урал и Волга. Кобзик, Татьяна. Дважды бриллиантовый директор топ-3 Урал и Волга. Лисины, Светлана и Олег. Старшие бриллиантовые директора. Щукина, Виктория. Старший бриллиантовый директор. Ибрагимова, Фаэля. Старший бриллиантовый директор. Рашидова, Азалия. Старший бриллиантовый директор. Закирова, Гульнара и Курманова, Юлия. Старшие бриллиантовые директора. Оленик, Ольга и Антон. Старшие бриллиантовые директора. Колтон, Ольга и Алексей – старшие бриллиантовые директора. Шаймардановы, Ольга и Роберт – бриллиантовые директора. Друзья, обратите внимание, Ольга и Роберт были на первой своей бриллиантовой конференции сразу в двух новых званиях. Клоковы, Наталья и Александр – бриллиантовые директора. Камаргина, Елена – старший бриллиантовый директор в новом звании. Гелязова, Гузаль и Ахмедшин, Ильгиз – бриллиантовые директора. Суриковы, Виталий и Людмила – бриллиантовые директора. Казинец, Лидия и Владлен – бриллиантовые директора. Алянкины, Дарья и Михаил – первая бриллиантовая конференция в истории Дарьи и Михаила в компании «Арисплейм» в двух новых званиях. Мелехина, Ольга – бриллиантовый директор. Васильевы, Сергей и Марина – бриллиантовые директора. Егоровы, Ирма и Владислав – бриллиантовые директора. Поздравляем ребят с их первой конференцией и сразу с 50-й юбилейной в Соединенных Штатах Америки. Шахаевы, Анна и Сергей – шесть новых званий, первая бриллиантовая конференция. Поздравляем Анну и Сергея. И Каратаева, Юлия – новое звание и первая бриллиантовая конференция в Майами. Что такое бриллиантовая конференция? Любая бриллиантовая конференция и конференция компании «Арисплейм» – это, конечно же, масса эмоций, впечатлений, вдохновения, мотивация. Это понимание успешности бизнеса компании «Арисплейм» и понимание того, что ты находишься в среде самых успешных партнеров компании «Арисплейм». Все это бриллиантовые и исполнительные конференции нашей компании. И, ну, конечно же, мы с Тони там не были, да, и там были наши дорогие лидеры, наши партнеры, которые лучше знают, что такое бриллиантовые исполнительные конференции, которые могут сказать, что значит быть участником 50-й юбилейной конференции в Майами. И я с удовольствием приглашаю к нам присоединиться Альбину и Ирика Хафизову. Альбина, мы вас видим, мы вас слышим. Не может быть! Да, а теперь не слышим. Уважаемые коллеги, несмотря на то, что я позиционирую себя как онлайн-лидер, я, к великому сожалению, не всегда знаю, как переключать слайды. Технические вещи не подвластны мне, поскольку мы работаем в партнерстве с Ириком, и за эту часть наших встреч отвечает он. Есть у меня партнерство, что я разобралась, все классно. Ну что, привет, коллеги, друзья, целых 775 участников нашего вебинара. Удивительно, конечно, что конференция проходит всегда от 7 до 10 дней, а рассказать о ней нужно за 15 минут, причем сказать о самых важных вещах для команды, для себя и для будущих партнеров. Но Америка, я думаю, манит всех. Это страна, в которой каждому нормальному человеку хотелось бы побывать, потому что это дух свободы. И сейчас, наверное, особенно хочется побывать, когда там такие колоссальные изменения. И Арифлейм, компания, которая начала свой юбилей так масштабно, так грандиозно, с таким размахом, и расселила всю делегацию в одном из самых роскошных отелей курорта Майами в штате Флориде. Вот так выглядел наш отель, назывался он Дипломат СПА Резорт, и, конечно же, все услуги СПА были включены в программу проживания, и каждый участник мог насладиться не только роскошным видом на Атлантический океан, не только общением с лучшими и зарабатывающими партнерами, самыми позитивными людьми на сегодняшний день в нашей системе, потому что каждый квалифицировался, каждый проделал работу, и это была заслуженная награда. Но и могли, конечно, порадовать свою душу и тело, сделать определенную перезагрузку, чтобы с новыми силами, вернувшись в свои команды, провести большое количество встреч, мероприятий, вебинаров. Именно так и произошло. Четвертые сутки мы находимся в России, и все четыре дня, по крайней мере, у нас с Ириком проходило большое количество встреч, и зима Арифлейм, и большие мероприятия грандиозные на выезде у нас были с лидерами встречи, вебинары провели. Я уверена, что ваши лидеры сделали то же самое. Каждому участнику конференции традиционно компания дарит подарки. Я не могу об этом не говорить, потому что мы всегда уезжаем с чемоданом 18 килограмм, возвращаемся с чемоданом 30 килограмм веса, потому что Арифлейм щедр, как, наверное, никто. Все бизнес-аксессуары вы получаете, все для удовольствия, все новинки на следующий год, для того, чтобы, вернувшись, вы могли первыми протестировать и, конечно же, поделиться с вашими командами ощущениями и эффектом. Но я хочу, чтобы это не выглядело как хвастовство, наше с вами общение. Я хочу, чтобы каждый человек, который приходил в Арифлейм, понимал, что статус бриллиантового директора реален, реален, абсолютно достижим для каждого человека. Если вы понимаете, что нужно делать, если вы хотите этого, если у вас есть решимость это делать, потому что конференция – это некая черта годовой работы. И, конечно же, расписаны все встречи. Кроме того, что вы находитесь на отдыхе, и это своего рода отпуск коротенький, это обязательная программа, которая наполняется огромным ивент-составом. И приветственные вечеринки всегда самые яркие, самые насыщенные. Вы первый день, как вы встречаете партнеров со своей командой. Вот, например, с нашего города было очень мало людей с нашей команды. Но я увидела всю свою команду именно на приветственной вечеринке. С других стран. Это общение, это эмоции, это энергия, это всегда весело, это всегда сопровождается анимация, это приветствие руководства. И это настроение на всю конференцию, настрой, атмосфера, которую задает компания на все последующие дни. Времени свободного практически нет, поэтому те короткие минутки, которые мы можем проводить у океана, мы обязательно проводим плодотворно, мы меняемся опытом, мы говорим о сегодняшних работающих технологиях. Надо сказать, что все люди открыты, все достаточно доброжелательны для того, чтобы делиться сегодняшними методиками, для того, чтобы говорить, что сегодня эффективно, а что нет. Нет, практически вся информация сегодня залита в YouTube-каналы. Если у вас есть какие-то вопросы по достижению, по работе, по активностям сегодня, вы в любой момент можете зайти на YouTube, забить в поисковике свой вопрос, и вы услышите ответы от звезд, которых вы видите сейчас на фотографиях. Они все транслируют, все рассказывают, ибо сегодняшние методы работы говорят о том, что если ты хочешь быть успешным, ты должен рассказывать всем. В интернете невозможно что-либо скрывать, нет необходимости ничего скрывать. Если ты хочешь, чтобы тебя повторяли, ты должен показывать и рассказывать о том, как ты это делаешь. Поэтому я призываю вас изучать опыт лучших, смотреть их вебинары, пересматривать их, обращение к их командам, и вы поймете, что каждый человек может быть участником следующей конференции, которая пройдет в Японии. Ну а мы возвращаемся к Майами. Конечно же, бизнес-день лично для меня всегда самым долгожданным днем, самым долгожданным днем является бизнес-день, бизнес-конференции. Это не проходит как БВО двух-трехчасовой. В этом году с 9 утра до 12 часов ночи, потому что мы собирают и ТОП-15 отдельно, и Владимир Полежаев. Это круглосуточная работа, прокачка мозга такая. И самое яркое впечатление от бизнес-дня – это, конечно, церемония награждения. Когда ты понимаешь, что на наших маленьких встречах в таком количестве на сцене бывают трехпроцентники и шестипроцентники, то на мировой арене ты видишь, что люди, которые сделали два звания, три звания, четыре, пять, шесть и даже семь званий за год, они не помещаются на сцене. И это люди с уровня бриллиантовый директор. Это говорит о том, что все работает сегодня, все начинается, и это из года в год происходит одинаково. Точно так же ровно полтора года назад в Валенсии, когда я попала на золотую конференцию, я увидела впервые у компании тогда была практика вызывать на сцену людей, которые сделали несколько званий за год. Может быть, не впервые, но я увидела и оценила это как в первый раз. У меня произошла перезагрузка. Я поняла, что мир меняется, технологии меняются, настроение меняется. Что-то эти люди делают не так, как все, потому что их скорость роста опережает даже сегодняшнее время, опережает рост компании Арифлейм. И мы стали, начиная с Валенсии, изучать современные методы работы. Мы стали перестраивать методы работы нашей команды. Мы внедрили новые методы коммуникации, открыли чаты. Год назад всего лишь, ребята, так не было всегда, хотя я в бизнесе уже почти 19 лет. Мы пробуем, ошибаемся, не получается, пробуем по-новому. Если работает отлично, усиливаем этот метод. Если не работаем, пробуем снова. Но самая главная задача что-нибудь делать, потому что ты понимаешь, что весь мир не стоит на месте, что все растут, все что-то придумывают, все совершенствуют, да, совершенствуют моменты рекрутирования и сопровождения своих команд. И вот эта сцена полна новых званий 2, 3, 4, 5, 6 за год. Банкет всегда очень роскошный. Обычно с утра на пляже полуголые, красные, в кремах, с жующими сладостями, да, лидеры ищут, ловят последние секунды солнечных лучей, получают свой загар. И как по дуновению волшебной палочки, ровно через 2 часа, там, ближе к обеду, да, эти люди превращаются в дам и господ. Они преображаются в смокинги, в вечерние платья. И сейчас это было Голливуд-пати. Это был роскошный зал, балл-рум. Была великолепно оформлена сцена. Это было мероприятие, ну, такое, знаете, сродни, наверное, Нобелевской премии, когда все чинно, красиво, статно. И невозможно вести себя как-то по-шальному, да, очень хочется соответствовать атмосфере. И вот эта команда впервые в жизни на бриллиантовой конференции у меня была очень большая команда, очень большая делегация, и были новые участники бриллиантовой конференции. Конечно же, я была, наверное, самым счастливым спонсором в этот момент. Желаю каждому из вас ощутить, прочувствовать про, про, ну, на себе, в общем, да. Это основатели компании, это люди, с которыми я жду встречи от конференции к конференции. В этот раз мы говорили очень много о семейственности, о преемственности поколений. И господа фьюкники были полным составом, почти полным составом своей семьи. 27 человек. Они привезли своих детей, они привезли своих внуков. Это достаточно открыто, когда ты имеешь возможность, прозрачно, открыто, по-доброму, по-честному. И это была семейная конференция, многие бриллиантовые директора имели возможность приехать с семьями, потому что это эпицентр развлечений, это Диснейленд, это всякие парки, да, это аттракционы, это водные аттракционы. Это место, один из самых роскошных курортов в мире. И даже будучи бриллиантовым директором, не факт, что вы сможете и будете иметь возможность туда съездить, отдохнуть, потому что Майами это очень круто, это Америка вообще это очень круто. Но это не последняя встреча в этой стране, поэтому если вы поставите себе такую задачу, то вы обязательно будете на бриллиантовых конференциях. Это то, что я выношу. И каждый раз на встречах, на бизнес-днях нам приглашают кого-нибудь из спикеров. Я пока не стала говорить о Дарыне, хотела бы сказать, что совсем скоро пройдет выездной конгресс предпринимателей в Москве. Он будет в апреле, будет трехдневным, это будет хорошая, наполненная программа. Я говорю, потому что я принимаю участие в этом конгрессе, я готовлю выступление, не 15-минутное, а долгое, да. С изюминками работы сегодня. Если вы являетесь директором вашей территории, директором вашей команды, вы просто обязаны съездить на конгресс, потому что там тоже будет экспертное лицо, которое будет говорить о лидерстве, экспертное лицо, которое будет прокачивать тему современных технологий. Там будут блогеры, которые сегодня учат работать в социальных сетях правильно, грамотно и качественно, эффективно. Там будет опыт самых растущих лидеров на сегодняшний день России. И я думаю, что вы, это, наверное, мероприятие гораздо важнее даже, чем мегафорум, потому что все директора будут иметь возможность прокачать, настроить, получить, себя настроить, получить ответы на все интересующие вас вопросы и по возвращению с конгресса стартануть в новую реальность, за новыми званиями. Поэтому вот перед Дарреном хочу сказать, что такое же экспертное лицо, а, возможно, даже более интересное, вы будете иметь возможность увидеть на конгрессе. Даррен предприниматель со стажем, не буду о нем рассказывать, у него был почти четырехчасовой тренинг. Я просто призываю вас обратиться к вашему бриллиантовому директору, который был в Майами, у которого есть слайды с выступления Даррена, провести для вас вебинар, для вас и для вашей команды, а может быть, для всей структуры он проведет, именно по технологии достижения успеха. Я считаю, что это один из лучших. Вот мне очень легло, я люблю такой формат тренингов, он разбил весь путь от стартера до топ-лидера на маленькие отрезки. Четкие действия, которые можно и нужно делать ежедневно, вы получите накопительный эффект и обязательно достигнете любой цели, которую вы для себя поставили. Я верю в его технологию, он гарантирует 18 месяцев ежедневных повторений для того, чтобы понять, как произошла трансформация. Слайды все есть, книга есть, аудиозапись его выступления есть, все есть у ваших бриллиантовых директоров. Обратитесь к ним, и вы получите полный тренинг. Я, по крайней мере, планирую для своей команды уже в это воскресенье провести следовым эффектом обязательно, потому что мы всегда делимся тем, что нас впечатляет, правда? Сложно рассказывать о том, что ты только собираешься делать или что гипотетически работает у кого-то. Я вдохновлена его выступлением, мне легла его технология, мне она близка. Я понимаю, что успех – это выбор, да, и именно поэтому я сегодня под этим впечатлением готовлю тренинг. С вами поделюсь, ну, разве что какими-то важными вещами, которые меня зацепили, если вы не против, у меня есть еще 4 минутки. Он начал свое выступление со слайда, где было много-много-много-много-много лиц, да, ну, там, я не знаю, миллион, ну, там, например, тысячу, на фотографии, он говорил о том, что на планете Земля больше 7 миллиардов человек. Он является главным редактором журнала, одного из главных бизнес-журналов Америки, который называется «Саксис» – «Успех», «Саксис» – «Успех». Он говорит, мне нужно каждый месяц на обложку журнала брать интервью у одного из самых успешных людей. И из 7 миллиардов в год я могу выбрать только 12. 12 выпусков журнала, 12 историй, 12 персон года, и я долго перебирал, почему именно эти люди, что, в какой среде они работают, в какой сфере, и что объединяет этих людей, что общего у этих людей. Был слайд с такой подведенной чертой – решимость, да, решимость действовать и не отступать. Выбор, который человек делает в своей жизни – это точка невозврата. Если вы решили, что с сегодняшнего дня ваш путь в «Орифлейм» будет к статусу «Бриллиантовый директор», пока, да, пока, вы определили. Вот вы должны быть полны решимости, вы должны сделать этот выбор, и вы должны не отступать, не иметь возможности откатываться от этого выбора назад. Для этого существует череда маленьких, ничего-ничего, я вернусь сейчас, маленьких действий, которые нужно делать. Он брал интервью у Стива Джобса. Ну, вы посмотрите, если вы наберете в интернете, вы посмотрите о нем очень много разной информации. Что самое важное, быстро успех не приходит, он приходит только через труд. Даррен отмечал, что через тяжелый труд. Наш труд физически тяжелым назвать нельзя, психологически сложно вести большое количество диалогов, общаться, большое количество скайп-встреч, но это только психологическая тяжесть, да. Физически на самом деле это не сложно. Он говорил о том, что успех – это выбор каждого человека. И только накопительные маленькие выборы, ежедневные, приведут к большому результату. Не бывает так, что сегодня вы решили стать бриллиантовым директором, выбрали для себя этот путь и завтра встанете. Путь бриллиантового директора состоит из каждого дня, правда? И эти маленькие выборы определяют большой результат через год, через два и через три. Вопрос, что мы выбираем каждый день? Маленький выбор, например, съесть салат или гамбургер, да. Если ты будешь каждый, вот у тебя ты стоишь перед ежесекундным выбором, съесть тарелку салата или гамбургер, потому что вкусно пахнет мясо, да, шашлык там. Выпить стакан воды или съесть пироженку. Вот ежедневные эти выборы приведут через год либо к 120 килограммам веса, если каждый раз выбирать пироженку, да, либо к 60, там, 55 и здоровье и стройное тело. Если вы выбираете сейчас спортзал или вы устали и готовы полежать на диване с пультом для того, чтобы посмотреть, как проходят первые дни правления Трампа в Америке, к примеру, то же самое. Выбор телевизор, ежедневный маленький выбор приведет к тому, что через год Трамп уже будет иметь империю, он будет еще более богаче, он будет править всей своей страной, да, но мы так и будем наблюдать за тем, как протекает чья-то жизнь. Если мы будем выбирать спортзал, то мы будем сильны духом, здоровьем, телом, да, и будем приближать себя к долголетию. Рубль сегодня, который с накоплением, либо большая сумма долларов сегодня, то есть маленькие деньги, которые удваиваются каждый день, позволят вам не завтра, не послезавтра, а через какое-то время иметь на счету гораздо больше, чем человек, который на старте выбрал там 3 миллиона долларов, к примеру, да. Если перекладывать на нашу работу, вы должны понимать, что только ежедневные маленькие действия в результате через год приводят вас на сцену признания. Только ежедневные маленькие выборы, написать сегодня новичку или все-таки пойти заняться чем-то другим, через год приведут вас к тому или другому результату. Большую часть дел мы делаем автоматически, 90% дел мы делаем на автомате, для того, чтобы отслеживать свои выборы, для того, чтобы отслеживать свои действия, он рекомендует перезагружаться. Есть технология. И первое, одно из самых важных, нужно записывать. Нужно записывать деньги, которые вы тратите каждый день, чтобы понять, куда утекают ваши миллионы. Нужно записывать важные действия, которые вам нравятся в спутнике вашей жизни, да, например, в супруге или в супруге, для того, чтобы через какое-то время понять, насколько с роскошным человеком вы живете и сделали правильный выбор своей жизни. Нужно понять, что вы делаете по работе, чтобы уже через неделю оценить, что ваши выборы ежедневные, к чему они вас приведут, ваши действия ежедневные, к чему они вас приведут. Промежуточный анализ вы делаете для того, чтобы понять, что будет в конце. И что очень важно, успех это не героизм, это не всегда мужество, знаете, и это даже не квантовый прыжок был, ну, если брать меня, я обычная скромная девочка, которая родилась в глухой деревне, не говорила на русском языке и не имела фантастических мечт. Когда я пришла в бизнес Арифлейм, ничего нового в моей жизни, грубо говоря, не было, обычная молодая студенческая семья без права, наверное, даже, да, на мечты. Я в классической российской, советской, да, советской семье воспитывалась, в моем окружении не было предпринимателей, я не выросла в богатой семье, в семье инженеров, как все, вот такая среда. И то, что мы, те, кем мы стали сегодня, не то, что мы имеем, давайте, кем я стала сегодня, исполнительный директор компании Арифлейм, это очень большой прыжок между моим стартом, когда я занимала на регистрационную плату, 99 рублей это стало, я занимала, было у трех соседей, да, между тем, что было 18 лет назад, и тем, что каким человеком я стала сегодня, какие выборы я делаю, о чем я думаю, мое видение, мои мысли, мои планы, моя команда, моя семья, это вот, вот, казалось бы, это вот такой квантовый прыжок, но это не произошло в одночасье, это происходит ежедневно, я меняюсь каждый день, и вы меняетесь каждый день, вот эта технология, которая мне близка, это путь, это у кого-то он займет год, у кого-то два, у кого-то пять, это путь, который нужно пройти, это дорога, нужно набраться терпения, и вы поймете, что у всего есть накопительный эффект, у всего, у ваших мыслей, у ваших ежедневных действий, маленьких, из маленьких частей будет состоять вот такое грандиозное, если вы решите сегодня, что бриллиантовые конференции следующего года для вас, вы хотите стать бриллиантовым директором, вы хотите поехать в Токио, потому что вы там никогда не были, просто решите, какие выборы ежеминутные, ежечасно в пользу вашего бизнеса вы должны делать, вот часто люди пренебрегают простыми и легкими вещами, простыми, ведь мы не требуем, наш бизнес не требует ничего сложного, мы делаем четыре простых действия, просто нужно их делать каждый день, они банальны, и вы о них знаете, мы часто знаем, что надо делать, беда в том, что это настолько просто, что мы это не делаем, вот лично я приняла решение для себя отслеживать, записывать, делать ежедневно, и прийти к другому результату через год, к новому результату через год, и я уверена, что у меня это получится, потому что я полна решимости. Во-первых, приглашать в наш бизнес новичков каждый день, это первый выбор, который нужно сделать ежедневный, приглашать в наш бизнес новичков каждый день, и если сегодня у вас нет нового человека, значит вы недостаточному количеству людей предложили. У нас огромная страна, огромная территория, у нас есть люди, которые ищут Арифлейм, они есть, потому что на сайте Арифлейм каждый день новичок заполняет какую-нибудь форму в поисках спонсора для себя. Сопровождать ваши команды и проводить мероприятия каждый день, оффлайн мероприятия проводить каждый день невозможно, но онлайн мероприятия проводить можно и нужно каждый день, и если вы будете это записывать и отслеживать, вы поймете, что сегодня вы не провели вебинар, сегодня вы не провели скайп-планерку, сегодня у вас не было диалога развития с вашим ключевым партнером, сегодня вы не назначали встречи, первую или вторую, или запуск новичка. Вот вещи, которые нужно делать каждый день. Третий, нужно пользоваться нашим продуктом банально, но им нужно пользоваться каждый день, и четвертый, четвертый, рассказывать об этом другим людям каждый день. Вашим клиентам, вашим новичкам, которых вы вчера зарегистрировали, вашим командам. Четыре простых действия, четыре простых выбора на ежедневной основе приведут вас к статусу бриллиантового директора ровно через год. Приглашать новых людей каждый день, сопровождать и проводить мероприятия каждый день, пользоваться нашим продуктом каждый день, вдохновенно рассказывать об этом другим людям каждый день. Я считаю, что это простой рецепт, простое сочетание четырех правил. Но это точно так же, как любая кулинарная книга. Мы открываем, там есть ингредиенты, но у одного получается шедевральные блюда, а другой из тех же яиц все время делает омлет и даже шпинат туда не добавляет. Это те же семь нот в нотном стане, но у одного даже собачий вальс не получается, а у другого получается произведение искусства. Это такой простой рецепт успеха, простой рецепт достижения нового звания. Только у кого-то через год вновь будет 6%, 3%, 9%, потому что он не будет делать эти действия каждый день. А кого-то мы снова будем награждать с увеличением товарооборота, с новыми званиями, с новыми достижениями, с двумя званиями за год. И пусть это будете вы. Я очень хочу встретиться с вами в Киото, хотела бы, но еще больше в Токио. Я желаю вам удачи, успехов, правильных выборов. Очень верю в ваши достижения. Горжусь тем, что живу и работаю в самой процветающей территории компании Reflame в России. Если будут вопросы, пишите, обращайтесь. Без личных, что мне делать, да, пожалуйста, без того, а как мне квалифицировать, что мне делать. Все вопросы такого характера вы будете задавать вашему директору и вашему спонсору. До встречи в социальных сетях. Люблю, целую, обнимаю вашу Альбину Хафизова. Альбина, спасибо большое. Наша благодарность вам бесконечна. Потому что вы всегда находите такие слова, которые вот прям в душу попадают, да, и поселяются там на самом деле навечно. И вот продолжая эту тему, которую мы говорили со старшими менеджерами, помни, что у тебя есть мечта, у тебя есть цель, которую ты перед собой ставишь. Имей решимость эту цель достигнуть. Имей решимость начать следовать по этому пути, выбирая каждый день действия, делая выбор, вот делая каждый день свой маленький выбор. И первый выбор, который нужно делать каждый день, это, конечно же, рекрутирование, это знакомство с новыми людьми, приглашение новых людей в компанию Арифлайн. У нас есть еще одно включение из Чебоксары, и мы очень хотим увидеть и услышать сейчас участников юбилейной конференции в Майами. Топ-2 Урал и Волга, новые участники топ-15 Арифлейм Россия, Наталья Эдуард Васильева, дважды бриллиантовые директора. Наталья Эдуард, мы вас очень хотим видеть и слышать. У вас включен микрофон. Наталья Эдуард. Так, дорогие друзья, я надеюсь, что вы слышны. Да, слышно, но пока не видно. Пока не видно, но я сейчас думаю, это мы тоже решим. Так, секундочку. Но слышно прекрасно. Слышно хорошо, замечательно. Хочу, во-первых, начать с комплимента. Всегда очень легко выступать после Альбины. Вообще, нам фортануло с друзьями. Альбина, огромное тебе спасибо. Очень часто я говорю, вы расчищаете нам дорогу. Итак, дорогие друзья, еще раз всем здравствуйте. Великолепный вебинар. Очень почетно выступать, особенно сегодня. По итогам юбилейной конференции в Майами. И сейчас я поделюсь с вами некоторыми новостями, которые нас, Наталья, очень вдохновили на этой конференции. Вы знаете, вот что меня впечатляет в компании Арифлейм. То, что Арифлейм умеет сохранять все самое основное, фундаментальное. Компания Арифлейм очень надежная, стабильная. И при этом компания Арифлейм умеет быть мобильной, открытой, готовой к изменениям. И вот эта заставка, вот этот слайд, который вы сейчас видите, вот это то, что нас с вами ожидает. И я в это верю, безусловно, на более чем 100%. 2017 год, я уверен, в этом будет годом больших прорывов, больших результатов. Во-первых, меня очень сильно впечатлило то, что компания планирует в этом году запустить очень много мобильных приложений, всеразличных мобильных приложений, которые помогут нам с вами больше времени выделять на рекрутинг и более оперативно, качественно сопровождать своих новых партнеров, своих ключевых партнеров, отслеживать результаты, тут же уметь, вернее, иметь возможность влиять на эти результаты. То есть нас ожидают мобильные приложения, которые помогут нам лучше работать с нашими клиентами. Мобильные приложения, дополнительные, подчеркну, которые позволят нам оперативнее, да, то есть работать с нашими новыми партнерами. И поэтому, опять же, в продолжение Альбины скажу, что 70-80% времени – это правило для роста. Выделяй на рекрутинг. Если у тебя будет такая пропорция, ты будешь ее сохранять в своей системе всегда, то у тебя рост будет однозначен всегда. Это 100%. Компания сейчас уже протестировала, да, занимается тестированием новой системы. Ну, название такое интересное – Кумус. Эта система даст возможность нашему сайту работать более оперативно. Эта система даст возможность нам, ну, я знаю, многие знакомы, что такое дозвониться, бывает, до горячей линии. Эта система даст нам возможность быстрее получать ответы от горячей линии. Эта система позволит нам, ну, я вот лично общался как раз вот с руководителем, кто отвечает за сервис по доставке. Меня вот поразило, например, что ориентировочно где-то с апреля месяца в России будет услуга, ну, такая возможность, что как только человек сделал заказ, он будет получать либо в виде СМС, либо в WhatsApp, либо в Viber сообщение о том, что ваш заказ отправлен в транспортную компанию. Да, это есть сейчас сообщение на электронную почту, но это будет в виде либо СМС, либо на какой-то мессенджер будет приходить сообщение. Ваш заказ доставлен в СПО, то есть придите, заберите заказ. Ну, то есть мне радует то, что компания прибавляет скорость, прибавляет больше инструментов в плане мобильных приложений, онлайн-приложений, которые, еще раз подчеркну, позволят нам быть более быстрыми. У нас будут еще более крутые приложения для сотовых телефонов. Далее, что меня очень сильно порадовало, дорогие друзья, то, что в 2017 году, так как он юбилейный год, и об этом надо кричать, говорить везде, то, что у нас запустится серия рекламных кампаний по центральному телевидению, и в этом кампания задействует не одну звезду, а звезд с разных направлений. Это известные блогеры, в частности Екатерина Гусева, это вы видели уже, да, первые ролики. Будет сессия этих роликов, как о внешней красоте, так и о внутренней красоте, о велнас, также и реклама, ну, подающая стиль жизни, свободный финансово обеспеченный стиль жизни. Следующий элемент, который также меня очень сильно вдохновил, это то, что у нас будут рекрутинговые программы, поочеряющие, давайте так выражусь, вертикальное построение команды, друзья. Я думаю, вы сейчас, ну, в чат взорвется аплодисментами, да, от этого, и нас ждут грандиозные рекрутинговые программы. Далее, дорогие друзья, юбилейный мегафорум, спорткомплекс Олимпийский. Уже сейчас хочу обратить ваше внимание на это. Энергия, драйв, эмоциональный фон в команде играет очень важную роль. И, вы знаете, я сейчас часто говорю такую фразу, что онлайн, офлайн настолько пересекся, и сейчас очень сложно сказать, да, как ты работаешь, чисто онлайн или чисто офлайн, и, наверное, такого уже навряд ли у кого-то есть, и наверняка появится какое-то третье название методики. Ну, может быть, оно будет называться он-офлайн, да, он-офлайн. То есть, это методика, когда у тебя перемешаны два метода, и это такой некий микс. И вот юбилейный мегафорум 17 июня, я считаю, это великолепная возможность, не затрачивая, подчеркну, вот мы как лидеры с вами должны это четко понимать, не затрачивая усилий на подготовку мероприятий. Поставьте плюсик те, кто готовили какие-то грандиозные офлайн мероприятия в чате. Вы понимаете, что это такое, да, какие-то усилия, какие-то ресурсы, какие-то временные затраты, какие-то энергетические затраты для организаторов. То есть, у нас единственная задача вывести своих партнеров со всех уголков России, а может быть, не только России, на это мероприятие в Москву. И создать вот это вот сногсшибательное событие в рамках своей команды. И, конечно же, когда в одном зале соберутся, ну, я верю и надеюсь на то, что мы сделаем так, что у нас на мегафоруме будет больше, чем 15 тысяч участников. И пускай у компании будет, ну, такая приятная проблема, задача, как вместить больше, чем 15 тысяч участников мегафорума. Уже сейчас, друзья, будьте проактивными, уже сейчас поставьте перед собой задачу, сколько ваших партнеров, какой командой вы будете представлять свою организацию на мегафоруме. Просто ради интереса поставьте сейчас себе эту цифру. Ну, смелые можете в чате поставить эту цифру. Какой организацией, какой командой вы будете представлять себя, свое сообщество, свою команду на юбилейном мегафоруме. Следующий – это юбилейный банкет директоров, который состоится на следующий день, также в спорткомплексе Олимпийском, на 3,5 тысячи участников. Хочу пожелать всем, кто уже квалифицировался, продумывать свои шикарные наряды, а тем, кто идет в квалификации, сделать это уверенно, четко, конкретно. И уже, хочу подчеркнуть, продумать, какие фотографии, какие видеоконтенты вы подготовите на юбилейном банкете директоров. Следующий элемент – я все-таки хотел бы отметить еще этот момент – семейность бизнеса. Вот это, на самом деле, я знаю, впечатлило абсолютно всех топовых лидеров, кто был на этой конференции. Это маленькая часть семьи Афьокник, друзья, которые приехали, смогли приехать в Майами. И вы знаете, что меня впечатлило? Меня впечатлило то, что семейность – это не то, о чем говорит компания. Семейность – это дух, это то, что есть в компании. Это корни нашего бизнеса. И меня очень радует, что в нашем бизнесе, когда я слушаю спикеров, и сегодня слушал всех спикеров, появляется все больше и больше и больше семей. Это отец, сын, дочка, мать, это муж, жена. Это, на самом деле, это впечатляет. Поэтому рассказывайте об этом, показывайте это. Сделайте это частью своих презентаций, своих стартовых обучений для новых партнеров. Чем больше будет семейных пар в нашем бизнесе, тем больше будет успеха в вашей организации, в вашей команде. Это стопроцентно и однозначно. Следующий элемент. Я знаю, что многие из вас идут сейчас в квалификации на юбилейный круиз, юбилейную золотую конференцию. Поэтому, дорогие друзья, обратите, пожалуйста, внимание, перевыполнение плана всего лишь на одну группу дает вам возможность в торжественной обстановке, в самой торжественной. 50 лет – это только один раз. И нам вот с вами реально фортануло то, что мы попали вот в этот миг в компанию Reflame. И в торжественной обстановке из рук основателей компании получить вот эти награды. Эксклюзивная подвеска для девушек и эксклюзивные запонки для мужчин. Сделайте так, чтобы вы были обладателем вот этой эксклюзивной награды. Я просто в вау, в восторге от того, сколько новых бриллиантовых исполнительных директоров по итогам 2016 года именно в России, друзья. Вы видите эту фотографию. И многие из них сделали два, три, шесть званий за прошедший год. Вот это очень сильно вдохновляет. Я уверен, что каждый, кто стоит вот на этой сцене, будет в этом году закрывать новые звания. Я подчеркну, может быть, даже не одно, а несколько новых званий. И это помимо того, что я знаю, что многие из вас, а это более 800 человек сейчас на вебинаре, войдут в бриллиантовую команду. Поэтому в следующем году в Японии, уверен, мы будем просто рукополискать огромному количеству новых бриллиантов. Это произойдет однозначно. Ну что, дорогие, я предлагаю каждому из нас решить для себя, какие рекорды вы будете ставить сами перед собой в 2017 году. Не надо громких заявлений публичных, где-то может быть. Просто внутри для себя примите решение, какие звания вы закроете. Примите для себя решение, какие результаты будут в вашей команде. Вы знаете, вот меня очень сильно впечатлило, когда Харди привел один пример на бриллиантовой конференции. Это то, о чем мы всегда говорили в рамках своей команды. Никогда не будет стопроцентного результата, если вы делитесь ответственностью. Будет ли успех, если 51% ответственности ваш, а 49% ответственности вашей второй половины, либо вашего ключевого бизнес-партнера. Если кто-то не выполнит хотя бы на 1% задачу, то результат не будет стопроцентный. И вот секрет успеха, да не то же секрет, это, наверное, одна из основных составляющих успеха. Это когда ты, вот я, Эдуард Васильев, я, Эдуард Васильев, беру на себя 100% ответственности. Но если еще мой бизнес-партнер возьмет 100% ответственности, если Наталья Васильева, ну, тут не стоит вопрос, едет ли, Наталья Васильева берет 100% на себя ответственности, вы понимаете, какой результат будет. Поэтому, мое любимое выражение, перепрыгнуть пропасть на 98% или на 100% – это абсолютно разный результат. И вот человек в зеркале знает, почему у него будет результат и получится результат. Вы знаете, почему вы сможете сделать новые звания. Поэтому сделайте 2017 год годом новых достижений и новых рекордов. С огромным уважением к вам, Наталья Эдуард Васильева. Успехов всему нашему региону. Пока-пока. Спасибо огромное, Эдуард. Дорогие друзья, действительно, давайте мы все с вами будем иметь решимость поехать на глобальную бриллиантовую конференцию в Токио. И осталось у нас буквально 11 каталогов до конца квалификации. И каждый из вас сегодня может сделать свой, хочется сказать маленький, но это очень большой выбор, сколько билетов он будет иметь. Поедет ли он на конференцию в Токио, будет ли он иметь два билета, будет ли он иметь три билета или вывезет всю свою семью на исполнительную конференцию в Киото и затем поедет в Токио. Имейте решимость и сделайте свой маленький выбор сейчас. Как сделать выбор сейчас, на какие российские мероприятия, какую команду вы, именно вы с собой повезете. Сколько человек вашей команды и будете ли вы сами на Всероссийском конгрессе предпринимателей. Какая команда будет с вами 17 июля на ювелирном мегафоруме. Сколько человек вашей команды и будете ли вы сами поздравляться на банкете, на юбилейном банкете директоров в Москве в Олимпийском. Сколько человек вместе с вами и будете ли вы сами на золотой конференции и поедете в круиз и получите ли вы те украшения, которые из рук основателей компании Арифлейн. Это ваш собственный выбор и ваша собственная решимость и ваши каждодневные действия. Если говорить о тех мероприятиях, которые у нас есть, то, конечно же, 5-8 апреля ближайшее всероссийское мероприятие. Это Всероссийский конгресс предпринимателей Арифлейн. Мы туда приглашаем лидеров с уровня директор. Стоимость билета 24 тысячи рублей. Это три дня непрерывной бизнес-практики. Спикеры будут только новые звания бриллиантовой команды и открытые новые звания в бриллиантовой команде. И, конечно же, 5 приглашенных бизнес-экспертов. Все свои вопросы по поводу участия в Конгрессе вы можете уже сейчас задавать своим асмам и в своих филиалах. Напоминаю также, что у нас осталось буквально три периода квалификации на конференцию в круиз, на юбилейную конференцию 2017 года. Отследите свое выполнение, задайте все вопросы своим асмам, задайтесь вопросом, а как ваши люди выполняют квалификацию на круиз. И, наверное, очень важный момент сейчас в первом каталоге, во втором каталоге – это квалификация на банкет директоров 2017 года. О чем я говорю? Осталось пять периодов квалификации. Дорогие друзья, у нас есть важные правила квалификации на банкет директоров. Для новых званий необходимо подтвердить в последнем каталоге квалификационного периода, в шестом каталоге – это свое новое звание. Поэтому сейчас отследите, в каком статусе вы сейчас находитесь, что будет происходить в ближайшие каталоги. И в том звании, в котором вы собираетесь ехать на банкет, вы должны быть в этом звании в шестом каталоге 2017 года. Если вы переквалифицируетесь на банкет по группам, то здесь очень важно по итогам каталога номер 6 2017 года иметь звание не ниже звания, которое у вас было по итогам квалификации на банкет 2016 года. То есть в шестом каталоге 2017 года у вас звание должно быть не ниже того, которое у вас было в шестом каталоге 2016 года. Если у вас сейчас возникла куча вопросов, то вы задайте эти свои вопросы АСМУ своему в свой филиал и обязательно отследите свою квалификацию на банкет директоров 2017 года. Помимо общероссийских мероприятий, в 2017 году на нашей большой территории будут очень знаковые, значимые мероприятия в каждом из наших пяти филиалов. Это мы продолжаем традицию наших бизнес-завтраков новых званий. Сейчас основные даты вы видите на слайде по своим филиалам. На бизнес-завтраки приглашаются лидеры с уровня старшего менеджера и выше в новом звании в определенный период. Это, конечно же, наши новогодние банкеты менеджеров, которые мы проводим уже на нашей территории, наверное, уже 4 года. И каждый из филиалов свою имеет традицию проведения новогодних банкетов менеджеров. Мне хотелось бы сейчас вам дать условия квалификации на банкет менеджеров 2017 года, которые работают на всей нашей территории. Посмотрите на них, пожалуйста, внимательно. Конечно же, в разных филиалах могут быть маленькие нюансы. Поэтому принципиально на банкет менеджеров 2017 года попадают все новые звания, члены топ-15 филиалов, директора, которые получали бонус «Мой автомобиль» и менеджеры, которые в 2017 году впервые достигнут уровня 15 и 18 процентов с отрывом и подтвердят свой максимально достигнутый уровень в каталоге 16 и 2017 года. Еще раз говорю, банкеты менеджеров – это наша традиция. Квалифицируйтесь на них, пожалуйста, и задавайте все вопросы в свой филиал по возможным каким-то маленьким нюансам в общих условиях квалификации на банкет. Также очень многие из вас задают вопросы и задаются этими вопросами. А когда у нас будут проходить большие встречи о рекламе? Я думаю, ты как Ассен Тони получаешь большое количество таких вопросов. Итак, дорогие друзья, в этом году на нашей территории будут большие встречи о рекламе, что называется, оффлайн. И вы сейчас даты видите на слайде. Если будут какие-то уточнения, то филиал будет вас информировать достаточно быстро, я думаю. И у нас с вами пройдут две большие территориальные встречи о рекламе в онлайн-пространстве. Это будет что-то, мне кажется, очень интересное и фееричное. Не пропускайте. Первая наша встреча состоится уже 16 февраля, уже вот-вот скоро. Да, в следующем каталоге. Ну и, конечно же, не забываем, что каждый четверг третьей недели каталога в 10.00 по московскому времени мы с вами встречаемся на нашем территориальном вебинаре запуске каталога. Да, дорогие друзья, еще очень важно, о чем мы с вами сегодня обязаны поговорить, это то, что первый каталог 2017 года, он близится к своему завершению. И, вы знаете, мы с Оксаной готовы, наверное, уже даже поделиться этими результатами текущими. Первый каталог показывает очень хорошую динамику по приросту продаж во всех наших филиалах. Пяти на сегодня это двухзначный прирост.